Не верите вы никому, что он прошел всю войну, особенно рядовые. Не верьте. Есть точность сведения. Рядовой на фронте живет сутки, если он воюет. Его или убивают, или его ранят. Командир отделения двое суток, командир взвода три-пять суток. Я могу сказать даже другое. Вот кто родился в 20-м году и в 27-м году, потери самые большие были. Осталось живых 2%. Это было в 41-м году. Это же мы пошли в наступление, пошли уже. Как-то в один день, как говорится, в прекрасный один день, где мы отдыхали после боя, приходит офицер. Ребята, кто хочет пойти в тыл врага? Будем взрывать железную дорогу. Смотрите, можем оттуда не вернуться. Ничего, пойдем. Значит, и таким образом мы отобрали нас 15 человек. Мы обуты в Баленьках, а зима была холодная. Это как раз под Новый год. Холодная. Шапка у нас, ушанка, винтовка СВТ, самозарядная винтовка Токарева СВТ. Построили нас. Приходите опять другой офицер, работник СМЕРШа. И тоже говорите, кто ребят струсил, лучше сейчас выйдите из строя. Никто не вышел. Закончился инструктаж. К нам пришли два дивизионных разведчика. Мы вас сейчас, ребята, выведем за линию фронта. Построили нас, и мы цепочкой за этими двумя солдатами. Перешли линию фронта. Никто нас не заметил. Идем лесом. Подходим к одному месту. Музыка играет. Такая музыка играет. Встречают немцы новый фронт. Подходим прямо к зданию, буквально вот там, может, 20-30 метров здание. Там песни, руть, кричать. И часовой ходит вокруг дома. Там собрались мы, и в том числе и был я, командиру, начальнику нашего. Давай немцы-то с именем уберем, а сами этих-то постреляем. Не друзья, мы не заедем сюда, пришли стрелять. Обходим наш лих и к железной дороге. Подходим туда. Там дедушка сидит в тулупе, охраняется железной дорогой. Отец, мы будем взрывать железную дорогу, прямо ему говорим. Он говорит, а что со мной будет? Меня же немцы, если мое расстреляют. Давайте договоримся так. Он сам нам подсказал. Заверните мне в тулуп получше. Разбейте нос, чтобы мне кровь была. И с насыпи скатите. Вот заложили 15 зарядов. Это примерно на расстоянии, примерно метров 100. Все профессионализировали, уложили. Дана команда на третий раз поджигать дефонный шнур. Подожгли. Рассчитали так, чтобы пока шнур горит, например, время минут на 15-20. Нам за эти 15-20 минут надо отойти. Вот мы, значит, отбежали на это расстояние, и начались одновременно наши взрывы. Вслед нам летят осколки шпал и рельсы. Мы уже стали возвращаться другим путем. И уже рассвело. Движется колонна немцев. Ну, не так бы большая колонна. Мы залегли, они заметили нас. Командир, значит, дает команду. Ну, допустим, Монохин. 10 человек вправо, там Денисов. 15 человек влево. Я в центре. По моей команде наступаем. Мы как бы срежиссировали это дело. Там стали мы орать, вставать туда-сюда. Стрелять начали. И немцы немножко струсили. Стали отстреливаться, но побежали. Мы этим моментом воспользовались и пошли дальше. Без повреждений вошли, без потерь. Пришли в часть. Там обрадовали нас, чтобы мы пришли живы, здоровы. А это уже было в Тульской области. Почему, значит, там сделали взрыв? Немцы отступать стали и стали вывозить зерно и ценности всякие. И вот, чтобы прекратить это дело, взорвали. Ну вот, значит, командиры, офицеры были награждены. Мы, солдаты, ничем не награждены. Мы не заслужили. Родился я 8 декабря 22-го года. В крестьянской семье Баризанской области. В 16 лет я уехал в Москву. В Москве учился, среднюю школу закончил. Работал на Драгомиловском химическом заводе. Специальный средне-технический лаборант-химик. ЦК обратился к комсомолу на самолеты. Вот я тоже, значит, решил быть летчиком. В Москве открылось несколько аэроклубов. Я пошел в Киевский аэроклуб. Это близко от Драгомиловского завода. Но комиссии не прошел. 22-го июня началась война. А до этого, значит, ну раз мы не попали, там не только я, там другие ребята, там была группа, 7 человек. Хотели все летчики им быть, но кто прошел, кто не прошел. Нас трое не прошло комиссии. Решили в военное училище попасть. Пошли в военкомат, прошли медицинскую комиссию. Нам сказали, ребята, значит, вы прошли комиссию, вот документы мы отсылаем в военное училище, в Калининское химическое училище. Ждите вызова, поедите туда. Ждем неделю, другую, третью, война. Мы бежим в военкомат. Что делать, как быть? Война быстро кончится, ждите, поедите учиться. А 3 июля вы поступаете-то, Сталин. Повести, к вам обращаюсь я. Вероятные военные нападения Гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжаются. Трудящиеся на смене Униграда уже приступили в создание многодушного народного ополчения на поддержку Красной Армии. Все силы народа на разговоры врага. Вперед за нашу победу! Ну, мы решили, значит, пойти в добровольную армию. Сегодня вот к вечеру мы там были, распустили нас домой, а на утро говорят, приходите. Пришли в Мосфильм, там сборный пункт был, нас постригли, одели, обули. И станция Апрелов, как можно слышали, по Киевской дороге, там был запасной полк. И там большинство, все вот такие, как мы. Почему это? Мне записали минометчики. Лагерь, значит, сами построили из еловых веток. Дождик пройдет, а у нас в палатке дождик идет. Так? Ну, мы там побыли, наверное, по большим месяцам. Научили нас ходить в строю, штуковому бою. Немножко научились стрелять. И потом, значит, на фронт попали. Мы попали в 173-ю стрелковую дивизию. Вот. И нас туда, на запад, в раз бросили. Мы даже по-настоящему не воевали. Немцы там нас в раз раскромсали. Вот такой, помню, случай был. Стали отступать. Отступаем, отступаем. Идем, строим. Останавливаются машины М-ка. Выходит капитан, такой лощеный, в блестящих хромых сапогах, в шинельке такой чистенькой. Вы куда прете? Изменники, трусы. Вас расстреливать надо. Лейтенант подходит. Капитан, успокойся. А то ты сейчас сам изменником будешь. Ну, его окружили бы мы солдат. Он, значит, назад-назад сел в машину. А такого, значит, специального стационарного питания не было. Вот идем где-то. Один дядька гонит гурт свиней. Лейтенант говорит, слушай, дай поросенка. Он говорит, давай расписку. Он быстро написал расписку, значит, так вот. Там поросеночка, килограмм на 50, на 40, может. Застрелили ее. В раз ее обделали. Хозяйки поднесли. Нажарили, напарили, наелись. Ночь переспали и пошли дальше. И пришли вот сюда, наверное, в Каширский район уже. А немцы все движется, движется. И вот мы там пробовали. Да, значит, мы сперва подошли к Туле. Немцев в Тул не пустили. Там им-то тоже поднабросали кое-чего. Вот, пришли к Кашире. И вот мы там пробовали до декабря 41-го года. А контрнаступление началось 5-го декабря 41-го года. Вот у нас тоже дивизия, значит, участвовала в этих боях. Вот я мины бросал в ствол. Миномет был 82-миллиметровый. И опять стали отступать. Немцы бьют. А потом уже, это наша часть с ним немножко отступила. Потом пошло наступление. И мы попали в город Венев. Юхнов там такой есть город. Оттуда наша дивизия немцев выгнала. Мы остались там, немножко отдохнули, пополнились. И там мне в следующем бою ранило. Я пролежал несколько месяцев в госпитале. Выписали меня. И дали месячный отпуск. Вот в такое тяжелое время я получил отпуск. Ну, я был слабенький тогда, худенький. Вот я поехал домой. Переехал, значит, в наш райцентр. А у меня там брат работал в пожарной команде водителем. А пожарной командой она была военизированная. Так что он считался тоже военнослужащим. Я прихожу в их пожарную команду, спрашиваю. Петр Васильевич здесь? Он говорит, человек вот придет. Я жду его. Он заходит. Ярпеть, привет. Он говорит, а кто ты-то? А я приехал с деньгами. И большие деньги у меня были. Вот кто добровольно в армию пошел, производство платило, значит, зарплату, которую я получал в верное время. Я полную сумку денег привез. А потом, значит, в 1942 году отменили это обстановление. Ну, я приехал домой с деньгами. Там у матери и отца корова была, там еще овечки были. А деньги пошли на молоко. В общем, это... И вот я, значит, отдохнул месяц. И послали меня, значит, в город. Там, значит, было наши войска, резерв главного командования. Войск было очень много там. Каждый день уходила рота на фронт. Каждый день. И все стремились в эту роту попасть. Занятия были очень сложные. Сидели все там, учили тоже нас. Но кормили очень плохо. Очень плохо. Вот котелок. Вот нам давали его на двоих. Завтра ты приходишь, наливаешь этот котелок и 200 грамм хлеба. Потом, значит, в часть какой-то пришел вербовщик, офицер. И стал отбирать к себе в часть. И я попал к нему в часть. То есть он выбирал молодых и немножко грамотных. Приехали мы, значит, в Люберцы. Вот. Нас вновь обмундировали. Получили мы орудия и пулеметы. Оказалось, 10-я гвардейская артиллерийская пулеметная бригада. Командир бригады генерал-майор Красовский. Вот, побыли там, вагоны, подошли, и весь поезд был солдат. Нам выдали трехдневный паёк ДНЗ, и нас на юг повезли. Ехали что-то мы до Астрахани очень долго. Приехали. Нас, значит, на пароходе, как не пароходе, на баржу посадили всех. Плыли, плыли, приплыли. В Махачкалу приплыли. Построили нас и пешочком к Грозному топать. Идём уже так к вечеру, весь день шли. Стоит машина рядом, чёрная такая, длинная. Четыре человека. Берия, Маленков, Емельянов, это работник ЦК партии тоже, и водитель. Они нас посмотрели, мы на них, мы пошли дальше, и они остались на месте. Распределили нас, значит, в эту самую 10-ю гвардейскую артпульбат, бригаду, и оборону занять. А чтобы не допустить немца, значит, к Грозному. Привезли нам бетонные колпаки, такой, значит, вот колпак. Ну вот, может быть, покрушить вот как стол и с таким окошком. Надо выдолбить длиннее место, а там, это, камень. Ну, кое-как мы это раздолбали, усновили, стали там жить. Кормили, да, это плохо, а здесь стали кормить очень хорошо. Было постановление правительства, что воинские части могут самостоятельно забирать счёт госпоставок в колхозах, в колхоз за продукцию. Молоко, масло, там, сметану, всё такое. Вот зам по тылу полка приезжает, по накладу и получает столько-то молока, столько-то мяса. И вот, значит, слава, гормёшка хорошая. А немцы на противоположной стороне. Вот так вот. Мы одни сопки защищаем, они другие на противоположной стороне. И вот воюем каждый день. Они нас бомбят, мы их бомбим. Потом мы пошли в наступление. Всё как будто хорошо прошло. Немцы мы с этих сопок прогнали, заняли их сопки, в Грозу их не допустили. Бои им дальше. Я уже не миномётчик, а уже второй номер станкового пулемёта. Первый, который стреляет, а второй, который ему ленту подаёт. И в одном бою меня ранят. Ну, не так-то сильно. Там мне это заштопали, забинтовали, я остался в части. Так что, можно сказать, царапина. Дальше идём. Воюем, хорошо воюем. Немцам гоним. И вот в одном месте, уже осень, так примерно сентября, октябрь, октябрь примерно, и в одном месте мы хорошо немцам подсыпали. Они побросали машины, побросали грязь, машины не идут. Танки бросили. И вот наша солдатня по машинам, поехали, пошла. Кто, чего он там, значит, на бледжее пропитание тоже. И вот, значит, я нашёл, наверное, штабная машина была, шоколад, там, значит, коньяк, водка, вино. И хлеб мне заинтересовало. У них хлебушка, вот как наш Бородинский в такой булочке. Я развернул 38-го года выпечки. Там три обёртки. И только в одном месте появилась, значит, эта плесень. Вкусный, вкусный очень хлеб. Но вот когда немцы убежали, а вторые немцы, значит, решили нас выбить. И начали, значит, к нам приближаться. И, значит, мы тут закричали, наши танки, наши артиллерийцы, наши. А это оказались немцы. Они по нам, значит, с снарядиками. И откуда ни возьмись батареи с 45-й орудия, пушки, 45-ки назывались. У них командир извод был, командир, он назывался Комбат, командир батареи. Ходил всегда с плёткой. И ребята так научились стрелять, так и научились вести бой, что им секунды хватало развернуть пушку, укрепить её и начать стрельбу. Вот мы спрашиваем их, как это получается. Говорят, а он нас бьёт плёткой. Обижаетесь? Нет. Мы так стали работать хорошо. Ну вот, а их шло на нас 4 танка. И они несколько залпов сделали, два танка сбили, а два танка ушли. Вот такой был комбат, с плёткой ходил. Теперь мы оттуда как-то переместились на другой участок фронта. То же самое. Мы там окопы вырыли, немцы нас обстреливали. И вот в одной из атак у нас был командир зона, украинец, хороший парень, Ковтун. Сейчас вспомню фамилию, Ковтун. Мы бежим на их окопы, атаку бежим. Я от него сзади, с правой стороны, может, метр за три, справа в сторону бегу от него. А он, значит, в офицерской форме. Фуражка, комсоставские брюки, то есть бриджи, гимнастёрка. Видно, что это не солдат. И я заметил из окопа немцы, он целится в него. Я говорю, лейтенант, смотри. Он увидел выстрелы. Когда мы забежали в окопы, немец лежал с пробитой головой, между глаз пуль попало. А они научились стрелять как? Вот я помню. Вот мы когда в запасном полку были, нам давали второй фронт, называется. Это консервы американские. Их прозвали вторым фронтом. Ну, всякие банки, большие банки, маленькие баночки. Вот они маленькую баночку поедят, на веточку ее, и стреляли по ней. Вот научились так медстрелять. Ну, так все у нас шло, как будто был получен, наша часть двигалась хорошо. И меня, значит, опять ранют. Опять вот в правое плечо с повреждением даже легкого. Мне эвакуировать город, там назывался Джао-Джукао, может, слышали. А потом ее перенавали в город Арженкизе. Там привезли меня в этот госпиталь. А оттуда, значит, в Баку, в госпиталь. И там я пролежал 4 месяца. Прихожу в запасной полк, приходит тоже вербовщик. Отбирает ребят помоложе, пограмотнее. И вот я в числе там 5-6 человек опять и иду уже в училище военное. Назывался Грозенское военно-пехотное училище. В мирное время это училище готовило лейтенантов. А срок учебы 2 года. В военное время год. По усиленной программе 16 часов занятий и вечерняя самоподготовка. У нас был командир роты Ахмед Беков. И наша была рота 13. В училище было 13 рот. Вот я был зам помком взвода, потому что я как бы старослужащий, сержант. Вот, был помком взвода. Мой взвод самый последний, четвертый. Самый малыши. Вот он роту выстроить. И говорит, делай как я, капитан говорит. Вот как идти стравим шагом. Как отдавать честь. Как догладывать. Ну делайте как на картинке. И все время он просился на фронт. На фронт, на фронт, на фронт. Все, что ему просьбу удовлетворили, он на фронт, значит, уехал. А летом, значит, уходили в лагерь. Для училища лагеря было там специально. Сумгаед город, такое там есть. Это километров 35 от Баку. В пять часов подъем, море, ну, метров за 300 от лагеря. Бежим в трусах, босиком, голой и в море в раз. Идешь, все мелко, 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 мелко. А потом, значит, раз. Некоторые курсанты плавать не могли. Не могли плавать. Я плавал, хорошо плавал. Нам давали четырехместную надувную лодку. Садилось четыре курсанта. И два с ними, кто умеет плавать. Вот отплываешь на метров за 40 от берега, курсантам говорят, прыгай, который не может. Не прыгай, прыгай. Не прыгайте. В мою раз и в воду. Так. Кораббается, кораббается, кораббается. И вот таким образом мы научили курсантов плавать. Это тоже 42-й год. Наверное, август месяц. Немцы опять пошли в наступление на Кавказ. Был взят, напомню, что-то такое. И там наших войск было мало. И училища расформировали. Не только наши, и другие. А штат оставили. Я остался в штате. И вот через несколько дней ребята уже наши приезжают в город, в госпиталь. К нам приходили училища, раненые. Ну, тут быстренько каким-то образом опять набрали курсантов и стали заниматься. Ну, вот, значит, закончили мы училище. Это был 43-й год. Вот я не мог стрелять. Из пистолет я плохо стрелял. А из винтовки на 25 метров попадал в пятачок. А из пистолета не мог стрелять. Верю, стрелять-то я мог, но у меня такой меткости не было. Приказ пришел. Нас построили всех на, значит, на плацу. Засчитали приказ, подписанный Стальным. Всем присвоили младших лейтенантов. Ну, сделали вечер, значит, нас угостили там. Погуляли мы. И утром надо идти на поезд. На запад надо ехать нам. На фронт. Приехали. Где-то не доезжай к Киеву. А нам бы, значит, выдали комплект нижнего белья. Что-то еще. И пока мы ехали, ребята все обменяли. На картошку, на мясо, на хлеб. Вот. Приезжаем. Запасной офицерский полк. Нас построили. Командир полка выходит. Поздравляет нас с прибытием. Счасть. Ну, значит, мы были там сколько-то дней. И стали распределять по частям. Вышли тоже из вагонов. И подошел эшелон американских офицеров. Мы одеты в ХБ, бриджи, гимнастерка из ХБ, на ногах киризу и сапоги. Американский офицер выходит, значит, бастоновая курточка, бастонные брюки на выпуск и ботинки, и пилотка. Ну, как-то мы с ними побратались немножко, походили, поговорили. Они поехали в одно место, а мы в другое место поехали. Приезжаем в часть. Меня, значит, назначают командиром разведвзвода. Части действующие. Наши наступают. Я с своими солдатами в разведку хожу, фрицу-то таскаю. Ну, все у меня получалось более-менее нормально. Правда, два солдата было убитых. Через несколько времени меня превращают в штаб дивизии и говорят, хватит вам, Ванька, изводным быть. Давайте на штабную работу хочешь? Я говорю, да я не знаю, научусь. Ага, вот ты будешь по НШ-1. Первый помощник, начальник штаба батальона. Я приезжаю в батальон, командир батальона докладываю. Владший лейтенант Анохин прибыл в ваше распоряжение. Вот и хорошо, что прибыл. Хорошо. Пойдешь к такому-то вот, будешь моим замом будешь. А там по НШ-1, по НШ-2, по НШ-3. Вот я первый заместитель и начальник разведки. Это где-то невдалеке от Дрездена. Наша часть вошла в Дрезден. Такой город красивый. А я вот так англичане, американцы разбомбили, что страшно. А разбомбили почему? Потому что он отходил в нашу зону оккупации. Чтобы оттуда мы ничего не вывезли бы, а город промышленный, очень красивый город. А потом вот интересно, такой был случай. Мы тоже одно уже немецкое село освобождали. И остановились. Ну, кончился бой, остановились. И на ночь оставили, остановились. И повар стал готовить завтрак для нас. А там склад наш был продовольственный. Около этого склада наш часовой солдат. Фамилия, как сейчас помню, Московский. Маленький, вот такой, парнишка. Карабин у него со штыком. То есть, карабин был выше его. Смотрим, мы видели своими глазами. Повар выше говорит, Московский. А уже там лук у немца уж такой зеленый. Потеплее там все же лук. Это уже апрель месяц. Выдерем там несколько луковиц для питания. А старик немец увидел. С вилами бежит на этого, на Московского. Московский, берегись, кричал ему. Он, значит, сплечает корабель, затвор открывает, патроник. Бежит к нему немец с вилами. Он раз выстрелил и немца застрелил. Вот какие немцы были на хаву. Уже знают, что вот такие вещи были. Победу узнали из сообщений такого, значит, что в раз в части пришли работники, которые знают все, которые получили сведения о качании войны. Ну, так же и у нас, и мы узнали. Ну, решили как-то отметить, что ли, все дело. Раз закончилась война. Вот у меня где-то была фотография, кажется. Мы сидим за столом, значит, все такие, значит, в хорошем настроении. Вот, пострелили вверх, пострелили потихоньку. Ну, и после уже этого я еще год служил, и больше уже год я служил уже, значит, в Польше. Почему-то наша часть оказалась в Польше. Я оказался в Польше. А вот мой командир роты, Зуболей, фамилия. Вот это Карпов, я тут дальвосточник, а это я. Алло, добрый, добрый, дочка. Да нормально. Конечно, хорошо все, разве, плохой может быть. А ты что так, это, беспокойся, здорово. А, ну, понятно, понятно, все хорошо. А это вот я с правнуками. А это вот старший, это, внук, а это младший внук. А это, значит, дочка с мужем и с первым сынишкой. Потом, значит, я, нашу часть расформировали, и я дебилизовался. Приехал на родину, я вступил в партию, у меня уже был партийный стаж какой-то, вот, и мне сказали, ты коммунист? Я говорю, да, я коммунист. Вот пойдешь работать в горком комсомола, там, значит, освободная должность заворохотдела. Ну, потом, значит, постановление ЦК партии и правительства об усилении органов за счет партийных, советских и комсомольских работников. Ну, вот, мне предложили, значит, пойдешь в МВД? Я говорю, да, наверное, пойду. И пошел. И мне, значит, вот, подарили Истру, начальник оперативно-розыскной заставы. У меня 15 солдат, значит, мотоцикл, Харлей, укажут пистолет, абагировали, форму дали. И моя была задача профилактика и розыск и задержание бежавших преступников с лагерей, с колонии, с СИЗО. Даже задержали мы, я участвовал не мы, я участвовал в задержании одного крупного полицейского чина немецкого. Как раз он жил и работал в Дрездене. Он из лагеря убежал и по шпалам шел в риму. Мы его задержали. И я в этой заставе работал до 1953 года. Как Сталин умер, и в раз этот отдел расформировали, отдел борьбы с бандитизмом, ОББ. Ну, я, значит, остался в милиции, стал старшим опиуполомоченным, потом старшим следователем, потом начальником отделения города Истора, потом замначальник отдела уже, и так дослужил до 1975 года. А это вот я с женой и двумя детьми. А супруга, когда я работал в комсомоле, она была секретарем комсомолской организации МТС. Ну вот, на совещании общались, сообщались, так и познакомились. Вот это дочка старшая, дочка младшая и сын. В декабре будет что? Я не знаю, что мне дало такие силы, но я как будто соблюдал порядки все, которые положены для человека. Ничем нигде не изупреблял, не хапал, не боялся после этого ничего. Я сам себе любил. Я любил ближних, они меня любили. Поганых вещей я никому не делал. Через мои руки прошло много преступников, даже ко мне приходили, которых я арестовывал и волновили меня. Я помню, сижу я в кабинете, я уже был начальником отделения, заходит парень чисто одет, в черных очках, в очках. Я говорю, вы мне помните? Я говорю, может быть, вспомни, если сами же очки. А он сам ведь, я говорю, ты, я, это такой преступник, он много совершил преступлений. И вот он у нас сидел в лагере на Кирпичном заводе. И вот когда Сталин умер, была амнистия. И всех, независимо от статьи, кто был осужден до пяти лет, все были освобождены. И он попал в эту категорию. Вот. Он очень такой хитрый был, видите, вот фамилия, сейчас я вспомню фамилию. Умный парень, такой, значит, находчивый парень, он работал в карьере. К начальнику карьера подходит, он рассказывал сам, дает там ему пятерку, ты мне ставь в табель, а я ухожу. Он табель ему ставит, что он работал, а он идет на краже. Так, вот я помню, значит, он в санаторий истру пришел, там ночью пробрался по лестнице в окно, а там отдыхал какой-то один чиновник очень крупный, он его очистил. Ну, вот мы его тогда задержали, он что-то еще сделал. Да, Лучинский украл телевизор и сельского совета. И вот ему дали за это 10 лет. Кража лишнего имущества и государственное имущество. Телевизор и государственное имущество. Ему дали 10 лет. Теперь он, значит, отслеживает, он рассказывает, живу я где-то на крайнем севере, он забыл, я женат, у меня две дочки, ты не подумаешь, я к тебе приехал, буду здесь ворвать. Я просто соскучился о истре и о тебе. Вот пришел к тебе, значит, попроведать. Я говорю, спасибо, дитя, спасибо. А вот я своим начальником штаба, а это значит, с этим я военному училищу учился, с этим тоже военному училищу учился, а это я с начальником милиции. Так что не надо значит, себе выставлять, не надо себя выпячивать, живи как живешь, люби других, не делай пакси никому и будешь жив-здоров, а там видно будет никаких секретов Лиза нет. Лиза нет. Лиза нет. нет. Субтитры создавал DimaTorzok